Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке. Тема нашего урока – повторение и обобщение, изученного в 11 классе. Речевая тема нашего урока – наш край родной. Сегодня на уроке вы научитесь систематизировать учебный материал по теме синтаксис русского языка, находить и определять типы предложений в тексте. Сможете рассказать о ценности родины в жизни человека. Ребята, сегодня мы будем повторять пройденный за 11 класс материал. Сейчас мы переходим к выполнению упражнений. Прочитайте пословицы. Как вы думаете, что в них общего? Где родной край, там и рай. Каждому мила своя сторона. Дома и стены помогают. На родной стороне и камушек знаком. На чужой стороне и весна не красна. Все эти пословицы объединяет тема родины. Родина – это место, где ты родился и вырос. Давайте прочитаем с вами калмыцкую народную сказку, которая называется «Родная земля». Нет человеку ничего дороже места, где он родился, где он вырос. Небо, под которым он жил. Да и не только человек. Звери и птицы все живое тоскуют по родной земле. Давным-давно, когда калмыки жили еще в Китае, они подарили китайскому императору необыкновенную птицу. Она пела так красиво, что все вокруг заслушивались ее песней. Приказал император сделать для птицы золотую клетку, постелить ей пух молодого лебедя, кормить ее из императорской кухни. Своего первого министра император назначил главным по уходу за птицей и сказал ему, «Пусть птица здесь чувствует себя так хорошо, как нигде и никогда не чувствовала. И пусть она услаждает наш слух своим прекрасным пением». Все было сделано согласно приказу грозного повелителя. Каждое утро император ждал пения птицы, но она молчала. Ответьте на вопросы. Как вы думаете, почему калмыки подарили китайскому императору необыкновенную птицу? Что сделал император для птицы? Почему птица молчала? Как вы думаете, что будет дальше? Видимо, птица, привыкшая к вольному воздуху, душно во дворце, подумал император и велел вынести клетку в сад. Сад императора был единственным в мире по красоте. Могучие деревья шелестили прозрачно-зелеными листьями. Живительно благоухали редчайшие цветы. Земля играла всеми своими красками. Но птица по-прежнему молчала. «Чего же теперь и не достает?» – думал император. «Разве и плохо у меня? Отчего она не поет?» Император пригласил всех своих мудрецов, чтобы выслушать их высокоученые суждения. Одни говорили, что, может быть, птица заболела и лишилась голоса. Другие, что птица не та. Третьи, что, вероятно, она вообще не пела. Самый почтенный столетний мудрец предположил, что воздух, выдыхаемый людьми, угнетает птицу, и поэтому она не поет. Внимательно выслушав всех, император повелел вывести клетку в лес. Однако и в лесу птица продолжала молчать. Крылья опущены до самой земли, из глаз катятся жемчужинки слез. Ответьте на вопросы. Почему птица продолжала молчать? Что предпринял император? Как вы думаете, что произойдет дальше? Продолжаем читать текст. Тогда император приказал привезти пленного мудреца. Если ты нам дашь хороший совет и птица запоет, получишь свободу, сказал ему император. Неделю думал пленный мудрец и доложил. Возите птицу по стране. Может быть, запоет. Три года кочевал император с птицей по своим владениям. Наконец достигли они одного болотца. Вокруг него рос сохнущий кустарник, а дальше простирались унылые желтые пески. Повесили клетку на сухую ветвь саксаула. Поставили караульного и все легли спать. Отвечаем на вопросы. Какой совет дал императору пленный мудрец? Почему император послушался мудреца? Опишите местность, где остановились император и его свита. Когда загорелась на небе ясная утренняя заря, птица вдруг встрепенулась, расправила крылья, торопливо стала чистить клювом каждое перышко. Заметив необычайное поведение птицы, караульный разбудил императора. А когда взошло солнце, птица стремительно взлетела, ударилась о золотые прутья и упала на пол. Она грустно огляделась вокруг и тихо запела. 108 песен печали пропела она, и когда начала песню радости, тысячи таких же птиц, как она, слетелись со всех сторон и подхватили ее песню. Показалось людям, что это не птицы поют под струнные лучи восходящего солнца, а поют их души, тоскующие по-прекрасному. Вот откуда наша птица, это ее родной край, задумчиво промолвил император. И вспомнил свой родной Пекин, где он не был три года. Откройте дверцы клетки и выпустите птицу, повелел он. И тогда запели все птицы тысячу песен хвалы родному краю, тысячу и одну песню хвалы свободе. Вот что значит родная земля и свобода. И можно петь лишь там, где ты обрел жизнь. Ответьте на вопросы. Что случилось с птицей? Почему она себя так повела? Что понял император? Какой вывод можно сделать из сказки? А сейчас мы переходим к выполнению упражнений. Определите тип предложений по цели высказывания. Нет человеку ничего дороже места, где он родился, где он вырос, небо, под которым он жил. Повествовательное предложение. Она пела так красиво, что все вокруг заслушивались ее песней. Повествовательное предложение. Чего же теперь ей не достает? Вопросительное предложение. Откройте дверцы клетки и выпустите птицу. Побудительное предложение. Вот что значит родная земля и свобода. Восклицательное предложение. Надеюсь, что вы правильно определили типы предложений по цели высказывания. Переходим к выполнению следующего упражнения по этому тексту. Определите тип связи в выделенных словосочетаниях. Приказал император сделать для птицы золотую клетку. Согласование. Пусть птица здесь чувствует себя очень хорошо. Примыкание. Могучие деревья шелестели прозрачно-зелеными листьями. Выделенное словосочетание – это управление. Но птица по-прежнему молчала. Примыкание. Когда загорелась на небе ясная утренняя заря, птица вдруг встрепенулась. Согласование. Ребята, в калмыцкой народной сказке «Родная земля» говорится о любви к родине. Сейчас мы с вами прочитаем фрагмент из повести Чингазайтматова «Джамиля». Обратите внимание на то, как Данияр через песню передает свою любовь к родной земле. У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым ковням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом. «Горы мои, сине-белые горы, земля моих дедов, моих отцов». Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть с хрипотцой. «Горы мои, сине-белые горы, колыбель моя». И тут он снова осекся, будто испугался чего-то и замолчал. Я живо представил себе, как он смутился, но даже в этом робком прерыв из там пении было что-то необыкновенно взволнованное. И голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр. «Ты смотри!» – не удержался я. А Джамиля даже воскликнула. «Где же ты был раньше?» «А ну, пой, пой как следует!» Впереди обозначился просвет, выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он также робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу. Заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах. Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю. Вернее, не могу определить, только ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека. Что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы. Ответьте на вопросы. О чем была песня Данияра? С каким чувством он пел? Как песня помогла раскрыть душу Данияра? Определите виды односоставных предложений. Проверьте себя. Горы мои, сине-белые горы. Назовное предложение. А ну пой, пой как следует. Определенно личное предложение. Вечерела. Безличное предложение. Земля моих дедов, моих отцов. Назовное предложение. Переходим к выполнению следующего задания. Определите виды сложных предложений. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом. Сложно подчиненное предложение с предаточным времени. Я живо представил себе, как он смутился. Сложно подчиненное предложение с предаточным изъяснительным. Впереди обозначился просвет. Выход из ущелья в долину. Бессоюзное сложное предложение. Начал он также робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу. Сложно сочиненное предложение. Ребята, из прочитанного фрагмента мы увидели, как через песню Данияр передает свои чувства, свою любовь к родной земле. Наша родная земля – это Кыргызстан. Кыргызстан славится своими достопримечательностями. Отгадайте, о каких местах Кыргызстана говорится? По легенде, Александр Македонский однажды привел свои войска на эти земли. На этом месте он завершал свой поход на восток и принял решение вернуться домой. В дорогу он взял с собой фрукты и орехи из местных лесов. Вот как кыргызские орехи попали в Грецию, где стали называться грецкими. Это Арсландоб. В составе данного мемориального комплекса, общей площадью 2 гектара, имеется скульптурная композиция и музей. Скульптурная композиция представляет собой печь по обжигу кирпича. Место, где были расстреляны и первоначально захоронены жертвы сталинских репрессий. И памятник – мемориал. Это место называется Атабиит. Название этой горы связано с мусульманской легендой о пребывании здесь пророка Сулеймана. В ней имеется 7 пещер, вход в каждую обрамлен гротом. Это место называется Сулеймантол. Каменная крепость, расположенная в отдаленном ущелье Каракоюн, в окружении снежных гор Тиньшаня. По легенде, это был караван-сарай, расположенный на Великом Шелковом пути. Это известный караван-сарай Ташрабат. Согласно одной из легенд, этот гумбез был построен его сыном Семитеем. Гумбез расположен на берегу реки Кенкол, на месте ее слияния с рекой Талас, у подножия горы. Это гумбез Манаса, который расположен в Таласской области. Запишите домашнее задание. Напишите эссе рассуждения о ценности Родины в вашей жизни. Ребята, это наш завершающий урок. На этом уроке мы с вами систематизировали пройденный материал по теме синтаксис русского языка. Мы говорили о ценности Родины в жизни каждого человека. Надеюсь, что знание русского языка поможет вам в вашей будущей профессии. До свидания, ребята. Желаю вам успехов. Редактор субтитров А.Семкин